Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начинаем наш обзор с евро-доллара. По евро-доллару тенденция восходящая продолжается. Мы обновили максимальное значение вчера, ушли выше отметки 1.1432 и движемся по направлению 1.1646. Там располагается среднесрочный уровень. Вблизи этого уровня мы можем получить сценарий возобновления нисходящей тенденции. Ну а в том случае, если цена уйдет выше данного ценового значения, то будем ожидать продолжения роста в области 1.18 и 1.19 соответственно. На текущий момент возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, в понедельник по цене 1.1394. Пара британский фунт и американский доллар также сегодня с утра торгуются выше максимальные значения, которые были 14 августа, сформированы по цене 1.2827. Следующий целевой ориентир – это 2.860. Именно туда сейчас пара и стремится. Среднесрочный уровень находится в области 1.2912. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были также вчера зафиксированы по данному активу по цене 1.2728. Поэтому с точки зрения рассмотрения покупок, стоп-лосс уже можно переместить за данный уровень и, на мой взгляд, это является разумным. По паре американский доллар и канадский доллар вчера подошли мы к уровню поддержки, который находился в области 1.3049. Минимальное значение 15 августа не с первой попытки канадец его преодолел, но, тем не менее, тенденция нисходящая на текущий момент продолжается. Цели по снижению – это область 1.2955. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если канадец может закрепиться выше уровня 1.3090. Это максимум понедельника. В этом случае цели роста движения в область 1.3175 и 1.3242 соответственно. По паре американский доллар и японская иена сохраняется тенденция нисходящая. Вчера также обновили минимальные значения 13 августа. Движемся по направлению 1.10955. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1067. По паре американский доллар сохраняется тенденция в восходящую среднесрочный уровень, куда мы можем прийти, это область 1.7471. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 16 августа по цене 1.7212. Безусловно, важным также будет являться и область минимальных значений понедельника. В том случае, если цена сможет закрепиться ниже данного ценового значения, это 72.96, то в этом случае можем ожидать начала нисходящего движения, то есть продолжения снижения по австралийцу. Еврофунт продолжает свое движение восходящее в рамках своего основного тренда. Следующая цель роста – это область 90.34. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях понедельника, который был зафиксирован по цене 89.39. Золото смогло закрепиться в пятницу на прошлой неделе выше максимальной значения 16 августа, что в рамках часового таймфрейма у нас приводит в фазу восходящего движения по данному активу, но основной тренд на текущий момент остается нисходящий. Поэтому завершение данной восходящей формации будет являться интересной точкой для присоединения в сторону основного тренда по золоту. Цель роста – это область 12.216-1217 долларов за тройскую унцию. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были 17 августа зафиксированы по цене 1171. Нефть марки Brent продолжает свое движение восходящее. Тенденция к росту у нас сформировалась в конце прошлой недели. Ближайший уровень среднесрочный находится на отметке 7358. Вполне вероятно, что вблизи данного уровня у нас вновь мы вернемся к нисходящей формации и перейдем в фазу нисходящего движения с целями снижения до 69.69. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальных значениях понедельника, который будет зафиксирован по цене 71.19. По индексу DAX вчера мы смогли закрепиться выше максимума конца прошлой недели. Это 16 августа. Пробили данный уровень, что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу восходящего движения по данному активу. Цель роста это движение на 12459, максимум 14 августа и на 12743. Возврат к продажам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений 17 августа, который был зафиксирован по цене 12130. Биткоин сегодня с утра уже обновил минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник и на выходных прошлой неделе. Ушли ниже уровня 6272 доллара за один биткоин, что пока в рамках часового таймфрейма не меняет основного направления нисходящего по данному формату. Цель по снижению это область 5839, ну а уже рассматривать покупки по данному активу будем в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы последними несколькими неделями в области 6500 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то поставьте обязательно лайк, подпишитесь на обновления для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...